Младенцы Ашкелона Самая страшная археологическая находка в древнем Ашкелоне на территории Израиля. Просто сюжет для фильмов ужасов. В ходе раскопок древней канализации времен Римской империи археологи наткнулись на кладбище младенцев. Весь ужас находки историки ощутили, когда выяснилось, что все младенцы были здоровы и умерщвлены в раннем младенческом возрасте. Всего, как предполагается, там нашли останки ста детей. Ученые считают, что это некое заведение, где убивали новорожденных. Сейчас это звучит дико, но в те времена ребенок сразу после рождения считался неодушевленным. И если отец его не признавал, то младенца можно было умертвить. Согласно одной из версий, среди убитых были дети местных легкодоступных женщин. А само заведение было публичным домом при банях. Ну а мы тем временем продолжаем прогулку по национальному парку Терешкелон, стараясь не думать о тех зловещих событиях, которые здесь происходили. А парк прекрасен. Щебетание птиц, запахи цветов и трав, мягкий морской бриз и загадки на каждом шагу. Мы находимся в уникальном месте. Несколько лет назад здесь было раскопано самое большое кладбище собак. Это захоронение поставило в тупик даже самых опытных археологов. Этот могильник датируется пятым веком до нашей эры. И насчитывает порядка тысячи захоронений собак. Ничего подобного раньше не было обнаружено. Каждая собака была похоронена в отдельную могилу. Бережно уложена на бок, лапы подогнуты, хвост поместили между задними лапами. Что заставило людей так бережно относиться к собакам? Судя по скелетам собак, все они были одной породы. Что-то похожее на современных борзых. В захоронении были как щенки, так и взрослые собаки. Это удивительное захоронение. Таких захоронений больше не было обнаружено нигде. Предполагается, одно из предположений, что это был питомник боевых собак. За породой тщательно следили, больных и немощных, рожденных щенков и немощных собак хоронили. Это поддерживало чистоту породы. Может быть, это правильная версия, кто знает. Но даже в этом случае захоронение животных, такое бережное захоронение животных, выглядит довольно странно. Захоронение собак – это 5 век до нашей эры. Захоронение младенцев – это примерно 3-4 век до нашей эры. Я сказала захоронение младенцев. Это не захоронение младенцев. Это сброс тел новорожденных в канализационную яму. А здесь захоронение собак. Я в шоке от всего этого, от этой информации. Я просто в шоке. Захоронение собак и сброс младенцев в канализационную систему. Куда движется мир. И все-таки римляне порядочно наследили на земле Израиля. В центре парка идет реставрация римской базилики. Глядя на эти высоченные колонны, поражаешься масштабом этого строения. Базилика использовалась как место собрания местной знати. Поражают барельефы с изображением Ники. Очень интересная идея воссоздания первоначального вида этих барельефов. Богиня Победы Ника стоит на шаре, который держит римский качок. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Моу древнего колодца. Очень интересная система. Ни на что не похожа. Специальное приспособление приводило в движение осел или верблюд. Вода поднималась наверх вот из такого колодца и спускалась, выливалась вот в такие бассейны. И уже отсюда воду черпали для своих нужд местные жители. Из 250 колодцев, которые существовали на территории Ашкелона, сохранилось и обнаружили 75 колодцев. Пять из них имеют сообщения с подземными источниками Иерусалима. Существует легенда, согласно которой жрец во время омовения в Иерусалимском храме обронил чашу. Через несколько дней эту чашу обнаружили здесь, в одном из колодцев Ашкелона. Представляете? Не знаю, правда это или нет. Может, врут. Но легенда такая есть. А вокруг все цветет и благоухает. Ой, это гусеница? О! Просто невероятное количество колодцев. Если честно, я не собиралась это снимать, но я просто не могу пройти мимо. Мы подходим к восстановленной конструкции местного колодца. Вот здесь сразу мы видим резервуар, куда набиралась вода из колодца. определенным механизмом. Вот это сам колодец. К сожалению, глубину плохо видно. Вода из колодца поднималась наверх и выливалась в тот резервуар, который мы видели прежде. Хочу сказать, что древний Ашкелон – это прекрасное место провести выходной день на природе с семьей, когда можно отдохнуть на природе и соприкоснуться с историей этого места, полной тайн и загадок. Друзья, если вы любите открывать для себя новые интересные места, подпишитесь на канал и путешествуйте вместе с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...